Друзья, это Ньюс Эдри, я Александр Кушнер. Сегодня вечером 11 июня, через несколько часов после объявления об освобождении силами ЗСУ села Благодатное, поступила информация о появлении украинского флага в еще одном селе. Не скучно. Соответствующая видеозапись на фоне административного здания или чего-то похожего на него, вот в этом населенном пункте сделали бойцы батальона арей 129-й бригады терроробороны ЗСУ, которые непосредственно зачистили вот это село и водрузили там желто-синее полотно. Появилось и первое видео с одним из пленных российских солдат, захваченных украинцами при штурме Нескучного. Между украинским солдатом и военнослужащим стороны террориста завязался диалог, в котором россиянин вынужден был признать, что Крым это Украина, а Владимир Путин это ничтожество, синонимом которому является слово из пяти букв. Поскольку уже Нескучное еще неделю назад перешло в серую зону и поскольку оно непосредственно примыкает к Благодатному, где у ЗСУ сегодня был успех, соответственно это был лишь вопрос короткого времени, когда ЗСУ официально объявят и об освобождении Благодатного, в котором они в общем-то уже находились до этого. Итак, два вот этих села с населением в 1700 человек, во всяком случае столько там проживало до войны, можно считать первым успехом вот в той разминке, которая началась у ЗСУ в начале июня. Как видите, украинские военные перешли к упражнению под названием отжимания и теперь успешно отжимают одну за другой кусочки территории, которые впрочем являются их законными владениями, а вот россияне, похитившие эти самые владения, теперь вынуждены возвращать их законным владельцам и выполнять упражнения под названием бег с препятствиями, причем препятствия им чинит в том числе сами украинцы. Мало того, что украинцы сейчас занимаются дистанционным минированием дальних территорий противника, которые все еще находятся под его контролем, так ЗСУ на горячих направлениях бьет еще и по важным тыловым объектам захватчиков. В связи с этим необходимо взглянуть на следующую историю. Сегодня пресс-служба украинского командования, отвечающего в том числе за запорожское направление, обнародовала важные сведения о чудовищных потерях врага и проиллюстрировала вот эти вот сведения видеозаписью сокрушительной ракетной бомбардировки военных активов агрессора. Сейчас на ваших экранах один из эпизодов таких ударов. Как видите, у тех объектов-оккупантов, которые попали под этот украинский огонь, не было шансов уцелеть. По всей видимости, били украинцы «Хаймарсы», легендарной ракетной системой, которая еще ни разу за всю историю вот этой войны не была поражена противникам. Такой вывод следует из характера обстрелов. Мощная серия взрывов, между которыми была лишь небольшая временная дистанция и которые компактно легли в небольшой квадрат, где, по всей видимости, находилась военная база врага или что-то вроде нее. Я насчитал как минимум 8 разрывов. Если допустить, что несколько из них были вызваны вторичной детонацией взрывоопасных объектов, то можно предположить, что выпущен был один боекомплект, состоящий из шести ракет. Мы не знаем, где именно случился этот очищающий Армагеддон, но есть версия, что он произошел в ближнем тылу одного из горячих участков под Запорожьем, где сейчас и идут бои. Почему я так думаю? Потому что в данном случае информация, представленная именно таврическими силами ЗСУ, касается именно южного региона и, очевидно, отражает контекст вот той активной фазы, которая сейчас разворачивается от Каменского до Великой Новоселки. То есть, если и бить вот в этом направлении, то, разумеется, по тем ресурсам, которые противник прямо сейчас приготовил для срочного подтягивания к передовой на поддержку быстро истощающейся своей обороны. Ясно и то, что вряд ли ЗСУ стали бы выбирать свои цели для вот такого вот ракетного удара слишком далеко от фронта. Во-первых, потому что из-за агрессивной разведки ланцетами Хаймарсам сейчас опасно приближаться даже на 20 километров к линии фронта. Ну, а во-вторых, потому что нет смысла бить по какому-нибудь Мариупольскому объекту оккупантов в то время, когда на второй линии обороны у врага полно заготовок для переброски к первой линии. Наконец, есть еще один момент. Обратите внимание, что место ударов очень удачно заснял зависший там украинский дрон. Большинство из таких беспилотников не заходит дальше, чем на 40 километров от передовой, в том числе и из-за ограничений по дальности управления этими дронами. Вот почему я считаю, что в данном случае под снос пошла. Вот та самая подмога, которая вот-вот должна была бы оказаться у интервентов в самое ближайшее время, под тем же нескучным. Ну, а что конкретно было уничтожено в ходе вот этого и многих других ударов дальних и ближних, рассказывает, собственно говоря, опять же пресс-служба вот этого таврического направления ЗСУ. По ее данным, за вчерашний день, то есть за 10 июня, на соответствующем юго-восточном направлении, а точнее вот в этом вот регионе в целом, похоже, были уничтожены 5 танков противника, 13 единиц его БМП, 4 боевых бронированных машин, БТР, 2 МТЛБ, которые являются по сути аналогами, БТР, только они очень старые, гаубица МСТАЭС, 4 самоходных характеристических установки АКАЦИЯ, БПЛА Орлат-10, БПЛА Суперкам, 4 пушки ГИАЦИН, РЭП-ЖИТЕЛЬ, ну и 3 склада с боеприпасами врага, а всего 68 единиц военной техники противника. Самая же большая сейчас забава заключается в том, чтобы следить за тем, как меняется риторика банды прокремлёвских военкоров, которые еще буквально вчера, да и вообще на протяжении последних нескольких дней смеялись над украинским контрнаступлением, которое они похоронили, собственно, как похоронил его и сам Владимир Путин. Во-первых, можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Дело в том, что буквально за час до того, как вышло видео с официальным освобождением Нескучного, один из ответственных за агрессивную пропаганду российских телеграм-каналов заявил следующее. Вооруженные силы Российской Федерации выбили нацистов из села Нескучное и восстановили контроль над ним. Противник пытается эвакуировать своих раненых, «Работает наша авиация», — написал автор паблика под названием «Архангел спецназа» в 14.53 по Киеву. Зато уже около 19.00 по украинским пабликам как раз-таки разлетелось вот это видео, которое я вам показал в начале и которое вы сейчас наблюдаете. Видео, на котором бойцы ЗСУ объявляют об освобождении Нескучного. Впрочем, в итоге Архангел спецназа, вот опять же, буквально ближе уже к 9 часам, все-таки признал, похоже, нашу правоту и опубликовал следующий текст. «Сообщают, что ВСУ продвинулись к урожайному после того, как Нескучное перешло под их контроль», — указал он. Итак, как видим, у нас есть подтверждение теперь с обеих сторон, и украинской, и, похоже, российской. Единственная пикантная подробность здесь заключается в том, что если прислушаться, то окажется, что украинские бойцы вот на этом видео объявили о взятии Нескучного еще 10 июня. А обнародовали вот это видео, или, во всяком случае, залили его в сеть 11 июня. Здесь, может быть, несколько объяснений, почему они так поступили. Одно из них — это банальность, которая заключается в том, что село было освобождено действительно еще вчера, в субботу, 10 июня. А для верности ЗСУ решили пересидеть сутки на случай, если вдруг придется все-таки выйти из этого села, потому что там идут активные бои, и, мало ли что, может случиться за день. Ну, а другая версия более изощренная. Давайте посмотрим и на нее. Дело в том, что перед нами может быть умышленная дезинформация противника, которая заключается в том, чтобы взять село 11 июня, или, во всяком случае, закрепиться там окончательно, а датировать соответствующую видеозапись, где объявлялось бы о взятии этого села, вчерашним числом. Для чего это делалось бы? Для того, например, чтобы определить, а в какой степени противник сам готов был бы заниматься дезинформацией. Проще говоря, его пытались спровоцировать на ложь. Если скажешь, что, мол, так это же видеозапись 10 июня, а сегодня 11 июня, и вот сегодня нескучность снова вернулась под его контроль, то станет понятно, что он врет, и, соответственно, к остальным публикациям этого персонажа надо будет относиться с осторожностью. И, как видим, так и вышло. Этот архангел спецназа фактически в три часа дня сегодня 11 июня дезинформировал нас тем, что якобы село находится под контролем россиян. Ну и, соответственно, через несколько часов ЗСУ опровергли это заявление. Поэтому я в очередной раз призываю не читать российских пабликов, а если уж вы хотите понимать, о чем они пишут, употреблять продукт в готовом виде. В конце концов, никому из вас ведь не придет в голову употреблять артишоки в сыром виде. Нужно употреблять соответствующий продукт после обработки у шеф-повара. В общем, как бы то ни было, важен сам факт освобождения села. А у врага, как мы видим, сейчас проблем хватает на военном фронте, не то что на информационном. И здесь я бы обратил внимание на другую часть сообщения от архангела спецназа, которая заявила о ситуации под урожайном, где, по его словам, ЗСУ пытаются прорубить себе путь. На самом деле, это абсолютно логичное действие со стороны украинских военных. Еще в предыдущем ролике мы указывали, что на вот этом восточном фланге от Нескучного и Благодатного украинцы пошли в разведку боем, равно как и продавливают они также западный фланг от Нескучного и Благодатного в местечке под названием Оливадное, которое уже перешло в серую зону, то есть в зону без физического присутствия россиян. Интересно и то, что урожайное, как видите, находится под контролем противника аж в четырех километрах от линии фронта. Если передовые подразделения ЗСУ и правда появляются именно там, то есть достаточно глубоко на оккупированных территориях, то у россиян и правда проблемы. Добавлю также и вот еще что. Несомненно, что благодаря нынешней интенсивной оперативной разведоперации, которую проводит ЗСУ, а происходящее это именно вот такая операция, а не большое украинское наступление, уже скоро украинские бойцы смогут знать гораздо больше и о моральном состоянии врага, и о его боеспособности, и о технических тонкостях организации его обороны на том же Запорожском направлении. Дело в том, что при штурме российских позиций в плен к ЗСУ попадает все больше вражеских солдат с самых разных участков, которые, естественно, рассказывают отнюдь не только свои имена, даты рождения и полковую принадлежность. Дело в том, что за кадром в российских пленах наверняка спрашивают по поводу деликатных сведений, которые касаются ситуации с обороны, а они наверняка охотно отвечают. Ну, может быть, не очень охотно, но все-таки говорят. Разумеется, я вовсе ничего такого не имею в виду. ЗСУ, как всегда, обращаются с пленами в соответствии с международной конвенцией. Тут хитрость в другом. Находящийся в стрессе, вражеский воин, да еще и совершенно не понимающий смысла того, ради чего он рискует своей шкурой, скорее сам выдаст хотя бы какие-то общие важные секретные сведения, чем будет молчать. Мотивации молчать у него попросту нет, потому что никакой выгоды от этого молчания он не получит, и никакой миссии он в результате не провалит, и никакую идею он, естественно, не предаст, потому что нет никакой идеи и нет никакой миссии. Не считать же миссией защиту Геленджикского дворца. Зато мотивация, которая связана с тем, что этот пленный может получить размещение в зоне повышенного комфорта, с улучшенным питанием, и таким образом просуществовать до того момента, пока его не обменяют на украинских пленных и не вернут, соответственно, домой, вот это вполне реальная, достижимая и действительно актуальная цель для человека, который месяцами до этого сидел в холодных окопах без нормальной еды и сна. В связи с этим следует обратить внимание, что, как выяснилось сегодня, в ходе штурма Благодатного ЗСУ смогли захватить в плен целое отделение оккупантов, а осуществляли эту операцию, между прочим, воины 68-й отдельной бригады совместно с соседними подразделениями сил обороны ЗСУ Таврического направления. Есть и другая интересная деталь. В первой штурмовой волне, которая как раз и признана была установить контроль над сельским клубом, вот в этом селе Благодатное, на бой шел аж первый заместитель командира бригады ЗСУ. Это, несомненно, указывает на важность той задачи, которую решали вот в селе Благодатном ЗСУ. А задача эта, очевидно, состояла в прорыве, на самом деле, первой линии обороны, а вовсе не в том, чтобы исключительно вот это конкретное село взять. Хотя, конечно же, освобождение территории, освобождение людей, которые проживают на этих территориях, это, само собой, истинная миссия украинских вооруженных сил. Спикер Объединенного пресс-центра Силы обороны Таврического направления Валерий Шершень, который как раз и изложил указанные подробности, пояснил, что ситуация для украинских защитников во время боя в Благодатном осложнялась огневыми точками, которые враг разместил в здании местной школы. Цитирую Шершня. Захватчики сопротивлялись до последнего. Наши воины при помощи гранатомета сделали в стене клуба дыру, через которую шла группа захвата. Взяли в окружение несколько врагов. Им предлагали сдаться, но они отказались, поэтому пришлось провести зачистку. Одновременно была освобождена школа. В ходе операции удалось взять в плен шесть человек. Из них четверо — это представители так называемой МВД ДНР и двое российских военных, рассказал Шершень. Отдельно он остановился на самом эпизоде выдружения флага. Оказалось, что воины купили его в Курахово, когда ехали на операцию по очистке в Благодатном. Ну а непосредственно вывесил желто-синее полотно боец с позывным «Олимп». В освобожденном селе люди ждали ЗСУ. Когда увидели флаг, вышли, обнимались и плакали. Подытожил чиновник. Итак, два украинских флага за сутки в одном из самых укрепленных у врага районов на Запорожском фронте — это результат, который полностью оправдывает четырехмесячную подготовку бойцов ЗСУ на передовой западной бронетехники. Особенно если учесть, что в бой пока что вступили буквально несколько процентов из тех вот то ли десяти, то ли двадцати бригад, которые были натренированы вот на этих самых «Леопардах», «Брэдли» и «Стракерах». Именно это должно беспокоить противника, что его мощнейшее оборонительное укрепление выносит за скобки со скоростью два села в день не в рамках большого контрнаступления. А пока что только в рамках разведки боя. Друзья, я напоминаю, что мы сейчас ведем шестой по счету сбор на вторую партию тяжелых дронов Дора Ивака для сил специальных операций Украины, а конкретно для команды Константина, которая работает в составе подразделения ССО Украины. И вот как раз с нами сейчас на связи Константин. Друзья, прежде чем Константин объявит важную информацию, я хочу напомнить, что помочь команде Константина производить и эксплуатировать вот эти дроны Дора Ивака, которые уже сейчас меняют ход войны на южном направлении, где, кстати, как вы видите, сейчас разгораются интенсивные бои. Вы можете перечислить средства через те ресурсы, ссылки на которые я даю в описании к этому видео. PayPal, банковский счет и европейская банковская карта. Константин, привет. Мы в первую очередь расскажем, как у тебя дела. Добрый день, Александр. Все в порядке. Работаем. Сейчас помогаем в районе Херсона. Немножко дальше. По разведанным местам Дора заносит медикаменты, питьевую воду. Ну, я думаю, вода понемножку спадает. Людей уже повывозили, спасают. Ну, как-то так. Ждем, когда наладятся разведданные, потому что ширина разлива очень велика. И какой-то есть период до того момента, когда стабилизируется. У меня есть важная информация. После одного из наших интервью на нас вышли ребята напрямую. Константин, Александр, свинничины. Насколько я понимаю, они живут за границей. И в один из приездов они вышли на нас. И целевым передали очень существенную сумму, просили не называть ее. Которую хватит при экономном расходовании, я думаю, что может даже на несколько комплексов. Это целевые на Дору. Я очень благодарен. Думаю, что эти ребята будут смотреть. Они постоянные зрители Ньюс Эйдер. Еще раз хочу сказать спасибо Александру. Спасибо всем, кто донатит. Спасибо конкретно этим ребятам. Неожиданно, очень приятно. И пришли они конкретно с сайта, вернее, с вашего ютуб-канала Ньюс Эйдер. Ну, конечно, низкий поклон вот этим ребятам. Большое спасибо за то, что они откликнулись на просьбу Константина помочь на это очень важное дело, на производство Доры и Эваки. Спасибо большое им за доверие к каналу Ньюс Эйдер. Ну и, друзья, я напоминаю, что мы ведем вот этот вот сбор отдельно. Сейчас из 30 тысяч евро мы собрали на данный момент уже более 21 тысячи евро. Из вот этой 21 тысячи я перечислил команде Константина 20 тысяч в рамках этого сбора и в рамках предыдущего 30 тысяч. То есть всего за два сбора, Константин, мы перечислили, получается, твоей команде 50 тысяч евро. И ты эти деньги получил, ты подтверждаешь их получение недавно, ты показывал. Да, все деньги получены. Сейчас прошла большая закупка твоей электроники, которую мы раньше не могли себе позволить. Идут посылки из Америки, что-то из Китая, что-то из Европы. Даже есть инерциальные системы, которые идут из Новой Зеландии. Я думаю, что что Дора, что Вака в результате этих сборов мы не только увеличим количество боевых аппаратов, которые будут постоянно работать на линии фронта, но и качественно их усовершенствуем по противодействию РЭП, по дальности полета. А в Ваке, как я раньше говорил, то и в грузоподъемности сейчас проходят испытания. К сожалению, мы не можем приступить к испытаниям, хотя самолет готов, потому что много боевых заданий гуманитарных натворили беды с водой. Надо помогать людям, и не только на нашей стороне. Мы приступим, и самолет сейчас несет уже не 20, а 25 килограмм полезного груза. Так что огромное спасибо всем. Каждая копейка важна, каждая копейка идет на благое дело. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо твоей команде за то, что, во-первых, выполняете очень важные задачи на передовой, и, во-вторых, самое главное, конечно, сейчас, это то, что вы, как я понимаю, еще подключились к спасательным операциям или к операциям гуманитарной поддержки в связи с этим терактом, который совершила Россия по подрыву Каховской ГЭС. Так что, да, это очень важно. И, кстати, я хочу еще раз подчеркнуть, что вот эти 50 тысяч, которые мы передали команде Константина, это помимо того, что Константин получил от этих суперспонсоров. Еще раз им спасибо. Еще раз спасибо всем, кто помогает, кто как может. Все, кто участвует в этих сборах, это, безусловно, люди, которым надо памятник ставить, друзья. Так что, спасибо еще раз всем. Ваша помощь спасает жизни и непосредственно приближает победу Украины. До скорого и слава Украине! Героям слава! Счастливо! Героям слава!